Отличительной чертой усадьбы Тимохова-Саласкина является то, что она находится прямо в черте города Видное. Добраться сюда на общественном транспорте не составит никакого труда, а начиналась ее история, когда из общественного транспорта были разве что извозчики. Название усадьбы пошло от деревни Тимохова, которая впервые упоминается в летописях в 1655 году, но сама она появилась намного позже. В начале XIX века графиня Головкина продает деревню Тимохова и пустошь жене надворного советника Бахметьева Марии Семеновне. И, видимо, вот именно при ней начинается, закладывается вот этот будущий комплекс, усадебный комплекс. И уже к 1812 году здесь уже были постройки. Одно из самых больших зданий усадьбы, бывшие конюшни, они появились также благодаря хозяйке Марии Бахметьевой, которая, как выяснилось, была весьма ветреной девицей. Мария Семеновна Бахметьева с детства обожала лошадей. Она была прекрасной наездницей. И после того, как сбежала от мужа, она поселилась у графа Орлова-Чесменского. У него конезавод, у него Орловский манеж. И вот это их сблизило. Главный дом поначалу был каменным, но один из владельцев, а именно купец первой гильдии Алексей Конолов снес все, оставив только подвалы и возвел новое здание. Дом в стиле эклектики. Эклектика – это смешение различных архитектурных стилей. Здесь есть, конечно, модная в то время башня Дон Джон. Мы видим наверху копьевидные готические вот такие, тоже маленькие башенки. Причем это по всему дому. Видим псевдовитражные ромбовидные окна, красивое крыльцо. Ну а все покрыто тесом. Тес – дерево. Это чисто русско-архитектурный элемент. Своё второе имя – Саласкина усадьба получила по фамилии последних владельцев – купцов Саласкиных. Всё здесь кардинально поменялось в 1917 году, после Октябрьской революции. В начале здесь, в главном доме, был клуб, затем пионерский лагерь. И в бытность пионерского лагеря сгорел домик садовника. Позже здесь много будет хозяев, но дольше всего хозяевами усадьбы будут ДСААФ, технические школы ДСААФ, спортивно-технические клубы. Заботясь о технике и продвигая спорт в массы, хозяева не слишком беспокоились о строениях усадьбы. И в конце концов, они настолько обветшали, что в них попросту стало опасно находиться. В продолжении долгих лет усадьба приходила вот в такой вид. То есть домики, они разрушались. Во многих домиках даже не было дверей, окон. Крыши были все поломаны, трещины в домах. В этом главном доме, если посмотреть хорошо, то он как будто даже в землю врос. Долгое время усадьба была закрыта и продолжала разрушаться. Неравнодушные граждане понимали, что это историческое наследие необходимо спасать. Они не уставали обивать пороги различных учреждений и добились своего. 2002 год усадьба признана памятником истории культуры Московской области. Но последующие хозяева, опять же, восстановлением не занимались. И вот тогда помощь пришла от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Был найден инвестор, который и восстановил прежний вид усадьбы, используя архивные документы, фотографии и планы. Если посмотреть на домики, то низ многих домиков, он из настоящего оригинального кирпича, а вот недостающие делали копии и уже до конца строили эти постройки. В настоящий момент на территории усадьбы расположились рестораны, кафе, магазины, творческие мастерские. Но главное, что притягивает сюда местных жителей, возможность ощутить атмосферу и дух усадебной жизни 19 века. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.